парни всем привет вы на канале роман гол и сегодня в этом видео я расскажу как я наконец-то стал миллионером что случилось со всеми моими машинами то есть гранд витара фонда crv бмв семерка начну пожалуй с гранд витары потому что они были последние видео как вы успели заметить я решил записать всю историю целиком попробовать так один раз делать ну как некоторые допустим блогеры делают те же перекупчики и уже после продажи это все опубликовать но я не думал что так долго получится то есть я думал там месяц-два ее по продаю в принципе кроссовер полный привод автомат цена самая дешевая у меня была как бы все шансы на успех были но нет я никому не советую suzuki гранд витару с мотором 2 и 4 2000 именно 2008 года в этом году именно были какие-то у них косячные блоки двигателя и все этого боятся причем все звонят все пишут и все спрашивают про двигатель блок меняли блок меняли блок меняли я не знаю на моей витаре меня ли бог не меняли блок я просто на ней купил и просто на ездил я не производил там каких-то исследований ну чисто в эксплуатации никаких не было нареканий так вот парня на перепродажу не советую крайне точно может для себя еще и но на чем окончилось на том что я ремонтировал ремонтировал ее в один прекрасный момент мне уже надоело снимать там еще по мелочи были всякие моменты ладно это не суть начаю купил осенью уже идет зима уже и наступает и весна в принципе уже все что могло сломаться уже сломалась я думаю что-то не хватает что-то прям вот вот сейчас что-то должно еще произойти что-то еще не было вот знаете что-то не ломалась каких-то проблем еще не было и пожалуйста накладывают арест на регистрационные действия мои любимые судебные пристава эта система самая идеальная самая классная просто друг перекупа они накладывают значит на нее запрет и чем уникальный на этот случай обычно накладывают запрет там нас на прошлого на позапрошлого там собственника и так далее сейчас же накладывают запрет то есть должником является человек который вообще никакого отношения к машине не имеет то есть птска родная в птс к его нету звоночек да звоночек соответственно в москву судебным приставом 2 человека в отделе работают ну а можно как-то я вам напрямую отправлю это же у меня нет прямой почты есть почта отдела я пристав исполнитель я не работник канцелярии не но в том то и дело что вы пристав как бы я не работник канцелярии я не разбираю дело в том что я это даже не должник а у меня мне про проблемы создали у меня как бы гибдд ответ дает гибдд приставу который накладывает потом впоследствии запрет нет он его дает от двадцатого года почему-то не гибдд гибдд нет они вот запрета вот мартовский значит ответ то мартовский пришел от двадцатого года что она собственно она вообще не особо она вообще никакого отношения не имеет машине это наверно там какая-то опечатка или чё я не могу понять и прошел практически полгода с момента покупки автомобиля и когда накладывают запрет у меня находится покупатель напомню что все время продажи у меня цена была самая низкая по городу то есть они где-то в а 600 начинаются да я то есть и 650 пробовал и 600 и 580 и 550 и по-моему уже и 530 вообще то есть были там 555 50 бывает выскочит хоп продано выскочит продано вот но я так понимаю все боятся вот этого мотора 2 и 4 так вот накладывают запрет я звоню там приставам все все это дело происходит и приезжает девушка на осмотр автомобиля с толщиномером говорит взяла у друга толщиномер ну как бы окей смотрите все она узнает о запрете и она не испугалась и не убежала а все почему все потому что это была женщина перекуп эта женщина она занимается договорами купли-продажи страхованием и так далее и только я думаю поэтому она не испугалась этого запрета то есть она горит окей давайте я куплю машину ну примерно представляет как все это решается осмотрела тачку вокруг обходила там толщиномером все проверил там принципе ничего критичного не было такого по кузову там было там пару-тройку крашеных элементов и как же я узнал что это женщина перекуп на следующий же день я увидел объявление моей судьи гранд витары с ценой плюсом там 65 тысяч рублей примерно красивые фоточки все дела описание то есть не бит там даже было написано не бит и не крашен вот так значит запрет действительно сняли ну даже не так долго времени на это потратил пишу звоню что там как на учет поставили но я сообщаю естественно что запрет сняли думаю все окей неделя-две никто на учет машины не ставит ну и короче я ее снял с регистрации себя то есть таким образом сделал чтобы до конца месяца успели снять чтобы налог уже за следующий месяц я не платил что-то пару-тройку месяцев она у нее продавалась не знаю там за сколько продано было но не быстро очень не быстрая история это было но в итоге машина какая бы она хорошая там или плохая не было она продана ребята хочу вам порекомендовать один очень классный продукт очень крутая штука это дебетовая карта от home кредит банка реально ну видно да по ее виду наверно что я постоянно пользуюсь этой карточкой и ходите внизу и будет реферальная ссылка но реальная информация как бы от меня хоть процентная ставка там на остаток и снижается но в этой в этом банке то есть из всех карт что у меня есть там самый большой процент всегда остается если я продаю тачку я сразу же кидаю деньги туда пока кумекаешь пик-мек там чё куда уже не хило накапает деньжат а также очень большой плюс что 500 к сутки можно снять без каких-либо комиссии там бывает конечно наташки в офисе что-то там вы заказывали заказывали но там после коротких переговоров в основном деньги все отдают также просто по кэшбэку там нереально ну то есть буквально платишь-платишь до карты ну как обычно по на повседнев да или там вот привязана к телефону она там пик-пик потом смотришь пятихаточка то уже и накапала ну где-то за месяц у меня вот так получается она лишней никогда не будет также что является плюсом снимать бабки до 100 к можно в любом банкомате любого банка до 100 тысяч в месяц ну там бывает наличка надо что-нибудь допустим по авито купить до за пару рублей хоп пошел в любом банкомате снял то есть не вообще можешь не париться а также хочу сказать что это платиновая карта виза платину если у вас лежит от 10к на счете то обслуживание абсолютно бесплатно реально за такой кэшбэк за такие проценты да но это халява можно сказать делюсь с вами халявой проходите по ссылке в описании заказывайте себе карту пользуйтесь роман гоу рекомендует короче по этой гранд виталии я вышел в ноль то есть не заработал практически ничего как в тетрис знаете чик 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 все наклон наложилось и исчезло остались только но мои деньги которые я вложил там перегон покупку в ремонт там лобовик меня заставляли на этой на сверки менять в гаи когда я ставил на учет все короче ладно забыли следующая машина honda crv купил значит ее зимой но там в конце зимы практически уже весной уже и март я на байкал съездил попробовал в иркутске продать ее где на 150 тысяч цены средние они выше чем в новосиби то есть новосиби выше чем в питере где-то на сто пятьдесят тысяч на такие машины цены а в иркутске еще выше чем в новосиби нифига вообще ни одного просмотра не было были такие лайтовые звоночки причем один такой прикольный звонок был я перед рестацию для удобства сделал чтобы там три телефона собой не таскать грубо говоря сделал перед рестацию а чего у вас перед рестация ну человек спрашивает все трубку положил то есть принципе боязливые покупатели они везде есть так вот уже лето настало я поехал в томск в томске кстати пока я там туристическими делами занимался то есть по городу гулял там потом я на природу уехал там жил где-то больше недели на природе я отдавал машину в автосалон в томске тоже по повыше цены чем новосиби примерно на соточку в автосалоне сказали четыре дня эта машина она очень ликвидная она будет продана ну окей продано продано отдаю гуляю отдыхаю нифига нифига не получается причем там такой короче момент был я приезжаю за тачкой мне уже пора в новосиби ну там определенные дела накопились ну допустим завтра мне уже надо быть в новосиби я приезжаю сегодня за тачкой ну по телефону говорю все я приезжаю за машиной до приезжайте приезжаю они горят а знаете у вас договоре там пункт такой есть что вы сейчас пишите заявление и только через пять дней мы вам по договору отдадим в машину я за голову берусь офигеть мне надо завтра уже быть у себя в городе я там уже и блаблакар создал и все нифига не получилось ну блин я говорю пацаны ну его все равно не купят ну блин если она столько простояла там три недели наверно в общей сложности она простояла ну и кто ее купит зачем она вам нужна нет не отдадим и все на блаблакаре короче договариваюсь там меня тип кидает ну или не кидает ну короче сказал что он другого чувака уже взял и все и уезжает а я там на трассе стою жду в итоге я первый раз попробовал проехать автостопом ну хоть всего там около 200 километров до с томска до новосиба но к не какой-никакой опыт немножко до эту дорогу в трассу прочувствовал как как это вообще пришлось микро ручь и в новосиб приехать потом назад ехал кстати назад с новосиба в томске ехал на блаблакаре с чуваком который с краснодара гонит машину в томс на продажу раф-4 в таком состоянии короче по жухлым жухлым таком порепаном 2006-го где-то седьмого года рафчик все забираю цирвуху и еду в новосиба уже ничего уже ну в принципе машина за все время она и не ломалась типа не особо нечего было снимать вот единственная катушку зажигания вот помните еще на байкале там у меня проблемы эти были катушку зажигания в новосибе купил с honda civic за полторы тысячи рублей поставил все все нормально человек перестал выпадать но объективно вот если сказать то какие-то микро микро провальщики остались возможно еще одну катушку там надо было поменять но в общем или свечи но в общем ничего там такого военного не было но то есть конкретно проблема не вылезла ни разу чтоб чек там был или что-то такое и вот уже проходит лето и осень наступает на пятки цирвы чтобы вы понимали вот прошло допустим пять месяцев и и смотрели у меня всего один раз причем люди такие не перекупы видно простые обычные люди ну посмотрели и а и второй раз на обмен еще мне предлагали машину но все-таки спойлер ну сразу я стал миллионером что произошло мне повезло или я там чудеса маркетинга проявил или еще что-то я думаю что нет я щас вам объясню приехал человек посмотреть машину он с другого города с алтайского края увидел меня такой о все понятно я уже не знаю что делать я уже сумку с собой не беру я как дурак все распихивают по карманам когда машину показываю потому что увидят сумку а типа ты что перекупщик а почему перекупщик а суть а сумка ну говорят я как бы собственник по документам все я ее купил полгода назад какая там разница это уже мое дело там перекупщик на продажу или нарезы купил машину застраховал зарегистрировал на себя остальное уже все лирика но дело оказалось другом оказывается он меня узнал он там смотрел блоги по бмв он там пошел там супругу позвал она оказывается тоже смотрела в общем они там рассматривали тоже раф-4 там црв еще какие-то машины прокатились посмотрелись все окей но почему я говорю что мне не повезло и я там ничего никакие чудеса не проявил потому что я прилетел в москву ну вот допустим когда вот калининградский блок видели да я прилетел в итоге в москву ищу машину а цены на эти машины они просто стали такие же как новосибирске вот реально вот я за сколько продал эту црв в новосибирске примерно за ту же сумму минус дорога там и какие-то накладные расходы примерно за эту же сумму но я и мог себе позволить эту церковь купить даже прошлую там машину suzuki с x4 взять я ее тут покупал за 600 или там помню за 590 даже сейчас самое самое дешевое по всей вообще стране не только в москве такая suzuki 700 понимаете а так в основном 750 770 такие же цены как новосибирске стали я такой чик-чик поискал поискал слетал в калининград прилетаю ну опять ничего не могу найти короче цены просто выросли ну а я а причем в новосибирске в принципе там за тысячу 50 белая какая-то продавалась она по-моему до сих пор так и продается но может там какие-то серьезные повреждения у нее были или что-то у меня машина почему не продавалась потому что сейчас покупатели стали раньше ну ты покупаешь машину я вот если честно не разбираюсь особо в автомобилях то есть ну я так какие-то знания есть я и как бы ничего и как вы заметили не стараюсь показать себя каким-то там супер спецом там но тем не менее 10 лет я как бы жил я содержал там семью я покупал квартиры покупал машины зарабатывал полностью достаточно неплохо на этом бизнесе то есть на перегоне машин ты покупаешь машину ты видишь допустим своим взглядом ее да да кто-то там работал маляром там кто-то знает какие шагрени на каждой автомодели там и так далее ты допустим этого не знаешь но в итоге приезжали покупатели допустим один дом спец приехал мне понравилось понравилось предъедут обычные люди такие же как и ты но и купят у тебя эту обычную машину посмотрит что ты там никакой не мошенник ничего и они проездят и продадут потом и даже вы не будут знать что там что-то крашен или там что-то там не знаю там какой-то расчет стоимости был расчет ремонта сейчас и ситуация изменилась сейчас не ну никто не надо разбираться машинах сейчас просто все компьютер щеки все смотрят в эту автотеку все три покраски все а вот я думаю из-за этого по бмв значит я ее выставлял я об этом всем рассказывал там за 400 в общем поставил мне как бы хотелось с нее ну свои деньги забрать я понимал что будет там жесткий торг и так далее поставил 400 тоже идет там неделя вторая месяц желающих не так много то есть одни приехали ну на кэп там фотки там сами понимаете она и на видео и на фото просто бомбочка наша башечка люди приезжают ну видишь ну как бы есть проблемы по кузову там на бампере элементов не хватает там что-то крашеное что-то там сильно битая так далее приезжали вроде там кто-то даже и снимали там со стороны приезжал в общем человек вроде все он уже почти купил но сильно торговался вроде там мотор завел какой-то там звучок услышал и что-то мне рассказывал про этот звук очень большие подробности ну как это бывает предлагал 300 я ему говорю давай 330 и все и уезжай нет нифига или даже 300 320 там я ему предлагал ну короче не за 300 принципиально я отказался ну нифига себе сто тысяч на скину с такой хорошей машины я и сам с удовольствием за такие деньги на ней поесть приезжают ребята значит не автотекарь и никто на просто обычные ребята пацаны пацан трек как говорится посмотрели вот так она ничего и стал салончик у них вот самое лучшее там было это салон конечно после ее души большой да машина с душой с вами понимаете после ее истории это был лучший там столом все они говорят нам машина понравилась но мы там бы еще хотим посмотреть тому список у них есть ну ладно окей уехать я уже и забыл звонят говорят мы твою тачку давай забираем я им озвучивал цену цену 350 на сколько я готов но еще там скинь чуть-чуть еще там буквально там 3000 там скинул да еще по телефону потолкались грубо говоря и вы все помните что я писал про арест что на нее накладывали арест и знаете когда я узнал об этом я приехал с этими ребятами они как-то там через автоломбард оформлялись я приехал туда то есть все грубо говоря рассчитываться за машину и вот там я узнаю что на машину наложили арест как у меня бомбило а мы еще мы с сыном собрались поход и как раз эти ребята звонят я говорю давай это сейчас быстро тачку отдадим и поедем все думаю сейчас быстрая тачку отдадим во первых я птс кунету взял но это ладно там пришлось там съездить за ней это я ничего страшного но вот с этим запретом что делать опять же хорошо что человек как бы но не посторонний посторонний человек мне кажется он просто о запрет нет не надо и ушел бы один из прошлых хозяев в общем это и бмв у него выскочил запрет буквально у тебя поставил на учет ее то есть не было никаких запретов поставил на учет там через два дня очередное у него исполнили производство на 17 кажется тысяч он говорит давай мы тебе за минусом 17 тыс деньги отдаем все решаешь вопрос запретом остальные отдаем деньги но за минусом 17 тыс я ее готов был дешевле еще этих ну отдать буквально там две недели назад готов был дешевле ее даже отдать чем эта сумма за минусом 17 тыс я естественно соглашаюсь все ну конечно в поход мы поехали с небольшим этим осадочком таким неприятным потом запретом вы историю знаете и знаете что хочу сказать для меня ну я с автоломбардами не связывался но это что-то вообще ломбарды это с каким-то обманом была ассоциация с какими-то вообще махинациями вот реально респект от человеку все волат работает там как только сняли запрет он выходной день там с ребенком где-то он был приехал рассчитался просто вообще без каких-либо вопросов то есть ну по сути он мог ну не не ничего не мешало ему просто нахер послать мне сказать там ладно давай это завтра в на этом месте там встретимся или ну что-нибудь в этом духе просто респект от но но это еще не все за то время пока я снимал запрет то есть прошло где-то дней десять точно уже ребята которые ее покупали они уже попали там в дтп и у меня толком ну то есть из-за и вот этого подвешенного вопроса запретом короче у меня толком и просто там договор с ломбардом короче толком я не знаю кто покупатель я начинаю звонить они говорят мы у нам уже эта машина не нужна они там игре в дтп уже на ней попали машина уже у другого человека то есть я начинаю искать концы короче мне уезжать в томск в тот момент надо было и не могу найти мне надо ее грубо говоря ну чтобы они поставили на учет либо снять ее с себя не я не могу в общем найти человека которому на которого оформить ее сейчас договор нормально составить чтобы у меня была бумага что я ее продал потому что ну чё там с ней и сам не знаю чё там с ней как они будут использовать в итоге человек этот нашелся но у этого человека не оказалось русского паспорта то есть а мне нужно как-то ну я уже сам понимаю что на учет никто и не собирается ставить мне нужно ее тупо просто договор нормальный не нарисован чтобы если чё-то как-то начнутся движухи какие-то там разговоры непонятные чтобы у меня был официальный разговор с подписью конкретно человека и у него оказывается нет русского паспорта я думаю чё делать но оказалось можно снять с регистрации машину ну то есть в итоге мне сняли но они жуки сняли гибдд жуки они сняли они тянули я каждый день захожу не снято не снято не снято не снято то есть до конца месяца остается на несколько дней до но я примерно дней за 10 я писал заявление они сняли на 1 числа следующего месяца то есть 1 августа кажется то есть за август смея скорее всего там 2 чем-то тысячи плюс налог как бы точнее минус из моего бюджета но и это еще не все буквально недавно мне поступает звонок это следователь там какого-то района вот такая-то такая-то машина это ваша была моя да вот там что-то случилось приедьте сюда я как бы находился в томске в тот момент ну короче и так спонтанно получилось я то есть толком ничего и не сказал когда чё я продал потом в течение дня я короче нашел договор делами там на электронке или которые в гае отправлял скинул скрин что я и продал ее ну то есть какие-то там события произошли непонятные которые интересовали следователя что и что я продал машину до этих событий и что ну то есть не грубо говоря несчастно рисовал договор то есть я скрин скинул скрин как я прям в гибдд отправлял этот договор и все вроде как бы подзабыл об этой ситуации но мне поступает снова звонок а вот у меня пропущенный звоночек сегодня от вас с утра был я думал я я вам же написал там чё ну я вам написал скинул договор что я ее там продал понятно понятно там сможешь с машиной что-то не так да 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 я смогу и смотрите у меня еще такой вопрос но машины это вообще я и пользовался я как бы по ней как типа как проект она была у меня видеоблог по ней вел вот и ну как бы снимал там ремонтировал и пытался там часы и продал но я смотрю что история продолжается я хочу спросить ну в видеоблоге вы хотите участие принять моем нет не хотите а то и как бы ну я вам там подскажу что все расскажу а вы ну если честно я вот не могу понять что возьми хотите просто у меня сейчас нет времени подумать а можете вот при встрече мне сказать что ладно хорошо окей до свидания до свидания до свидания как бы мне скрываться нечего но просто я сейчас нахожусь не в городе как бы приеду не знаю там получится не получится что-то снять или можно там что-то рассказывать или нельзя будет но в любом случае парни поделюсь с вами инфой теперь парни еще один вопрос по поводу канала то есть многие пишут какая цель твоего канала ром я честно вам скажу у меня в жизни то никакой цели нет ну то есть там попутешествовать там выучить муж какой-нибудь язык это максимум вообще в общем чуть больше чем просто там пожрать и посрать какая вообще может быть цель канала говорю реально как есть я прекрасно понимаю что я вам могу что-то пообещать и как бы не знаю тянуть резину там или что-то ну пока я не уверен в чем-то я точно об этом говорить не буду один пацан он пообещал ему потом сколько года два или сколько где ламба где ламба где ламба все комментарии где ламба сейчас вот реально планирую купить машину до в скором времени но пока я не могу понять пока мониторе вообще мне нужно чтобы была разница в цене в ценах какая-то в общем буду работать в этом направлении ну и также мне интересно вот как бы в калининграде вот я побывал да вот обзор авторынка сделал также у меня еще наснято там по городу калининграду по всем вот этим по побережью где там путешествовал принципе если интересно могу смонтировать я в любом случае смонтирую чисто для себя да где этом лазил со своей стороны так сказать показать калининград если интересно пишите я могу выложить это на канал я мужа я даже и выложу это на канал но там через недельку скрою просто в какой-нибудь плейлист там путешествие сделаю или чего-нибудь типа того также хочу сказать спасибо большое всем тем кто остался на канале кто продолжает смотреть я так понял по витали там блоги не зашли потому что ну там формат был немного ну во первых все понимали всех почему-то очень сильно парила что это не сейчас происходит а что это когда-то снято ну по сути это не отменяет же тех поломок и тех решений которые я там применял до вид видос не о погоде как бы и не о времени суток и не времени года до видоса конкретной машине а конкретных проблемах ну ладно чтобы что есть то есть вашу реакцию в любом случае вижу ладно парни чё увидимся в комментариях давайте пишите свои мнения вообще может какие-то свои идеи у меня понимаете такая ситуация еще вот где взять мотивацию финансово я независим от блога то есть у меня нет и вообще в принципе я даже канал этот начал вести не из-за финансов просто ну как бы разнообразить жизнь свою захотелось то есть финансово я независим в принципе но по поводу там вот какой-то не знаю минимальный хотя бы популярности так называемого там хайпа ну в принципе я понял что это такое и в общем не знаю как бы с одной стороны да можно просто просто грубо говоря там ничего не делать и просто там загорать не знаю есть пить как говорится но в любом случае чем-то заниматься надо ну чтоб какая-то хотя бы активность была там деятельность какая-то мозговая велась я думаю прорвемся в общем ребят не забывайте поставить лайк ну или дизлайк если заслужил написать свое мнение в комментариях проверьте чтобы у вас там подписки колокольчики ничего там не соскочило и двигаемся дальше